Привет еще раз. Меня зовут Толя. Я занимаюсь дизайном в компании DataArt. Точнее говоря, я управляю некой командой дизайнеров и делаем мы очень разные проекты, большие, маленькие, из разных сфер, из разных индустрий. И за время, пока я занимался управлением этой командой, у нас много менялись процессы, много менялся сам вообще подход и само понимание того, кто такой дизайнер, что делает дизайнер. И я бы, возможно, у нас тема сегодня заявлена как инструментарий дизайнера. Это будет основное, наверное, о чем мы поговорим, как это работало раньше, как это работает сейчас, чем пользовались люди раньше, чем пользуются сейчас. Но начал бы я немного издалека, наверное. Первый такой момент. А, кстати, можете поднять руки, кто из вас дизайном занимается, кто рисует картинки непосредственно? Ага, ну, есть, есть, есть. Это очень хорошо. Потому что, ну, будем говорить очень применительно про дизайнерский софт. Вот. Веб-дизайнер – это был такой первый какой-то, наверное, этап в развитии, да, в таком сознательном дизайнерском, когда дизайнеры стали целенаправленно рисовать графику под мониторы, и при этом это что-то еще интернетное и онлайновое. Веб-дизайнером назывался, ну, вообще любой человек, который рисовал сайтики, какие-то интерфейсы, неважно, там это B2B или B2C. Вот. То есть, если ты рисуешь картинки под монитор, и там можешь что-то понажимать, и все это находится там в интернете, то ты веб-дизайнер. Потом профессия стала немного изменяться, и появилась вот эта вот модная приставка. UX, UI, то есть появилось какое-то деление, да, отдельно UX составляющая, отдельно UI составляющая. Но суть-то примерно та же, как бы, да, но появились какие-то вот уже такие нюансы. То есть дизайнер, он такой уже стал думающий человек. Хотя, на мой взгляд, дизайнер он всегда должен был думать, там, да, учитывать какие-то вещи. Вот. И вокруг этого, ну, выросло очень большое количество разного рода теорий, как бы, да, различных стратегий, UX-подходов, как правильно там исследования проводить. Вот. Но если все очень упростить, на мой взгляд, опять же, я не претендую на истину в последней инстанции, да, что вот это вот именно так. Но, на мой взгляд, если взять вот все-все-все вот эти вот сложные подходы, методологии и свести их в какие-то простые тезисы, то все это сводится к тому, что, ну, по сути, дизайнер, когда он делает там сайт, продукт, приложение, там, неважно, он, ну, должен включать голову, да, потому что, ну, нужно думать о каких-то вещах там, как, чтобы это было удобно, чтобы это работало, чтобы, ну, охватывать контекст там, да, в каком он делает свой продукт. Второе. Это то уже, про что говорят там многие метры, да, не заставлять ее включать пользователей. То есть, ну, не нужно заставлять пользователей думать, для них все должно быть просто и интуитивно. Ну, соответственно, он должен думать о пользователях, как бы, да, понимать их потребности, понимать то, что им нужно, что будет у них популярно, что нет, чем они смогут пользоваться. Вот. Понятно, что он должен понимать технические ограничения. Ну, это тоже такой спорный момент, как бы, да, многие считают, что дизайнер, он, ну, типа, должен там творить, а то, что там ангуляры, все эти ваши, это нафиг никому не нужно, ну, это не так, как бы, понятно, да, в современном мире абсолютно. То есть, ну, понимать на каком-то уровне нужно. И, внимание, вот в последние годы появилась новая штука, об этом тоже вот сейчас все стали говорить, как когда-то говорили про UX, что дизайнер теперь должен еще и понимать потребности бизнеса. Вот. То есть, он должен думать не только о том, чтобы было пользователям удобно, но и о том, чтобы владелец этого там сайта или сервиса, который заказал у него дизайн, чтобы у него, ну, какое-то ревение к нему приходило, чтобы его какие-то там бизнес-цели тоже выполнялись. Монетизация, вот, ну, из этой области всякие штуки. Вот. И теперь новое популярное имя для дизайнера теперь самые крутые дизайнеры, это который продакт дизайнера. Нет. Понятно, что есть как бы всякие по-прежнему, ну, никуда не делись, там, домен-специфик чуваки, да, которые там только UX делают или там только исследуют, или только там, не знаю, мизинцем левой руки умеют. Ну, как бы много разных есть людей, как бы, но вот обычные чуваки, которые делают там продукт от начала до конца, которые помогают в проработке его идеи, которые, ну, помогают составить там какую-то концепцию, выбрать, ну, какие-то там UX-паттерны, провести исследования, и потом все это нарисовать и отдать уже готовый какой-то результат дальнейшую разработку или заказчику, это, ну, сейчас вот, ну, у нас их принято называть продуктовый дизайнер. Так или иначе, как бы все это ни называлось, суть-то остается одна, как бы, да, то есть дизайнер это тот человек, который, у которого есть, ну, такие глобальные четыре этапа в работе над вообще любимым проектом, продуктом, там, сайтом, приложением. Первый – это то, когда он что-то там придумывает, да, то есть брейнстормит там с заказчиком, с коллегами, вот, соответственно, фиксирует какие-то свои задумки в виде набросков, скетчей, заметок, записок и так далее. Вот. Второе – когда он непосредственно это рисует, то есть делает из своих там мыслей, рассуждений, каких-то там совсем грубых драфтов, ну, нечто такое уже feasible, что можно, ну, посмотреть, да. Третье – это, соответственно, передать заказчику, и в особенности это, как бы, ну, вопрос тогда, когда заказчик удаленный где-то сидит на большом расстоянии, как ему это показать, как организовать демонстрацию результата, чтобы ему это понравилось, чтобы он правильно понял то, что ему сделали. Ну, и четвертое – это то, как вот эти вот картинки, нарисованные, передать непосредственно девелоперам, да, в работу, чтобы, ну, из них можно было сделать что-то работающее. Вот. И мы переходим к сути непосредственно нашей сегодняшней встречи. Это о том, как это делалось раньше, в том числе, как это у нас делалось раньше, и как это мы делаем сейчас, учитывая тот контекст, что мы большая компания, и нам вообще нужно стандартизовать и формализовать вообще все, что только можно, и только тогда будет успех. Вот. Собственно, первый этап, да, это вот придумывание, фиксирование. И я написал здесь салфетки, но по факту, конечно, это не обязательно салфетки. Это может быть вайтборд, это может быть, ну, не знаю, листочек А4, карандаши там и так далее, да. Ну, то есть какие-то физические носители, да. Раньше всегда все делали на них, и, в общем, ну, изначально ты там встретился с кастомером, да, что делаешь какие-то себе пометочки. Вот. Сейчас, в общем-то, те же салфетки и остались, как бы, да. Я, в общем, ну, самолично являюсь большим приверженцем того, чтобы пользоваться бумажными физическими носителями, потому что, несмотря на все Evernote, удобные системы там записывания заметок, как бы подчас гораздо проще донести свою идею, как бы что-то нацарапав ручкой на каком-то таком физическом носителе. Вот. Также мы юзаем iCloud Notes. Почему не Evernote? Почему не, там, Microsoft-овские заметки? Ну, просто потому, что большая часть дизайнеров у нас работают на Mac'е, и, в общем, они там встроены, и все к ним привыкли, и они в телефоне много у кого встроены. Ну, просто почему бы и нет, как бы, да. Хотя, естественно, аналогов у этого продукта есть, ну, огромное количество. Вот. Google Doc'е. Тоже у них есть всякие разные другие там офисные аналоги, да, типа там Office 365 или мой офис, российская разработка, вот. Но к Google Doc'ам все привыкли, они хорошо заинтегрированы в гугловую систему, и удобные, и не глючат, и вообще хорошие, и вообще Google это ок. Вот. Поэтому используем Google Doc'е. И, конечно же, X-Mind, как бы, да. То есть, ну, честно говоря, ну, вот, хорошего аналога X-Mind'а не хватает в парадигме Google Doc'а, да, потому что удобнее тулы для рисования MindMap, ну, мне кажется, пока еще не придумано, как бы, да. Если вы знаете, можете сказать, и вы мне этим очень поможете, да, если есть хорошая, действительно достойная альтернатива X-Mind'у, да, онлайновая. Как? Google. 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 Ок, посмотрю. Спасибо. Вот. Вот. Но X-Mind пока что у нас, ну, вот, реально на первом месте. MindMap'ы мы используем в первую очередь на каком этапе? Когда обсуждается, например, концепция, ну, приложения, как бы, да, и хочется, ну, там, или сайта, и хочется понять вообще весь охват, весь, там, размах, как бы, да, того, что мы будем делать, как бы, составляется либо смысловая, либо непосредственно, ну, как бы, страничная карта того, что мы делаем. То есть, ну, сразу там основные разделы забиваешь, потом подразделы, подподразделы, подподподподподподразделы, там, по функциям, и, в общем, появляется такая большая штука, с которой очень удобно прийти к тому же клиенту и сказать, что вот вся глубина твоих глубин, она вот здесь вот на MindMap'е нарисована. Вот. Есть еще такая штука, как RealTimeBoard. Мы, ну, сейчас подумываем в нашей команде его тоже начать применять. Это совершенно чумовейшая штука для коллаборации, да, то есть, ну, одна большая, как маркерная доска, но на ней можно в онлайне вместе рисовать, при этом, там, ну, не знаю, созвонишь в каком-нибудь скайпе, ну, суперудобно, это то, чего реально не хватает, когда ты работаешь с удаленными людьми, и в особенности с дизайнерами, чтобы вместе, ну, фигачить на доске. Есть еще такая штука, как Uexpress, мы ее не используем, это отечественная разработка, ну, это у нас все-таки чаще больше попадается B2B-шного. Вот, в B2B далеко не всегда, ну, мы доходим до, там, Personas, CGM, как бы вот таких уже, там, углубленных всяких продуктовых этих методик, вот. Если мы их делаем, обычно мы все это фиксируем в том же Google Doc, я честно скажу, как бы не буду говорить, что мы, там, супер продвинутые в этом плане, как бы, вот. Но для продуктовых команд, кому это вообще супер важно, кто этим дышит, в этом живет, вот, Uexpress, я, как бы, ну, очень хороший инструмент, который позволяет все это фасилитировать, очень полезно. Ладно, дальше двинемся. Нарисовать. Самое интересное. Бальзамик, Акшур, Фотошоп, Иллюстра, раньше Иллюстратор, простите, были очень популярные инструменты, как бы вот, и многие из них до сих пор живы. Вот, честно, я проникнут персональной ненавистью к инструменту бальзамик. Вот, Акшур, это очень хорошее тулак, которое очень много всяких вопросов решало. Бальзамик, это, ну, ну, ладно, я вот вторую часть открою и объясню, почему мы больше, ну, по крайней мере, в нашей команде не пользуемся ни бальзамиком, ни Акшуром. Почему раньше так важны были вот именно черно-белые вот эти вот набросочные вайрфреймы, да? Идея была в том, что, типа, абстрагируясь от дизайна, можно нарисовать какой-то такой вот концепт, как бы, а-ля как на бумажке, на салфетке, и показать его заказчику, чтобы он тут же не начал приставать со шрифтами, там, вот с этим совсем, то есть согласовать смысл, а потом уже получается, как бы, сделать из этого дизайн. Но на практике я вот миллиарды раз сталкивался с тем, что ты показываешь вот этот вот, я не помню, как называется шрифт в бальзамике, вот этот дефолтный, который а-ля Comic Sans, но не Comic Sans, но ты ему это показываешь, и он говорит, what is that? Что это? Зачем? Я говорю, ну, это вот абстрактно тут, ну, типа, как бы, я не понимаю, почему дизайн? Ну, просто вот, ну, очень сложно бывает донести парадигму, да, такую, как бы, вот. И почему нужны еще были вайрфреймы? Потому что тот же Photoshop, это, ну, это прекрасная программа, которую я отдал много лет своей жизни, вот, она умеет делать все вообще на свете, как бы, но интерфейсы в ней пилить, ну, честно говоря, не очень удобно, да, как бы, ну, тем более, учитывая вот всякие современные инструменты. А при наличии того же скетча, например, ну, можно вообще же супербыстро сделать те же там вайрфреймы. Вот, понятно, что в Акшуре там есть всякая сложная логика, да, но с другой стороны мы еще дойдем там до крафта, до инвижена, вот. В большинстве же случаев это, ну, в принципе, не нужно, как бы, вот. И получается, как бы, что сейчас гораздо ниже ценность, ну, и стоимость вообще разработки уже, ну, непосредственно чего-то такого, что уже похоже на, ну, некий финальный продукт. Учитывая вот эту вот всю символьную парадигму, совершенно несложно, даже если там клиент скажет, ну, что-то мне здесь не нравится голубой, а я ему такой, ну, это же просто набросок, как бы, это не настоящий голубой. Он говорит, ну, все равно не нравится, ну, я подвину ему этот голубой, подправлю на более другой голубой, зато, ну, клиент будет доволен. Вот. На мой взгляд, черно-белые вайрфреймы в 70% случаев сейчас перестали быть нужными, потому что макеты переделывать сейчас можно реально очень быстро в современных, во всяких средствах, ну, то есть, вот остались, понятно, да, я здесь оставил иконки фотошопа, иллюстратора, как бы, они все еще нужны, когда, ну, не знаю, там, какой-нибудь лендинг делается, нужно сделать какую-нибудь сложную иллюстрацию, да, или там отфотошопить какую-нибудь фотку, там, не знаю, там, нос кому-нибудь поменьше сделать, как бы, вот. Для всего остального, ну, вот, ну, скетч. На что еще стоит обратить внимание, и, да, мы, ну, вот, как бы, в других наших датартовских командах есть люди, которые пользуются XD, Figma, и мы не пользуемся ни XD, ни Figma, хотя, в принципе, ну, как бы, они во многом считаются достойными альтернативами, ну, того же скетча, да, а Figma, так она вообще крутая, она в онлайне, и все работает, ничего не надо устанавливать, там, с любой машины зашел, и раз, и делаешь, как бы, вот. Вот. Но XD, на мой взгляд, еще не дорос до скетча, он пытается, вот, пытается дотянуться, как бы, но все равно сетки там кривые, много чего нету, и, ну, и плагинов таких нету, и, ну, 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 реально не хватает. После скетча как-то переходить на XD, как, не знаю, с фотошопа на GIMP перейти, если GIMP кто-нибудь помнит, ну, вот, была такая штука. Вот. Figma, есть люди, которые, ну, просто боготворят фигму, она реально очень классная, в ней много очень всяких крутых киллер фич, но нас в ней останавливает в первую очередь то, что она онлайновая. У нас есть куча клиентов с очень-очень-очень строгими compliance rules, которые, ну, там, не то, что там в облаке, там, даже в дропбоксе, там, они, ну, не позволяют там какой-то софт специальный ставить, ну, там, не знаю, Skype какой-нибудь могут сказать, вот, нет, не позволено, типа, Skype использовать. Вот. Поэтому, конечно же, ну, тут не может идти и речи, а поскольку, ну, мы все-таки стремимся к унификации, да, ну, там, мы сказали Figma, ну, там, потом. Вот. То есть, может быть, как-то что-то изменится, может быть, у Figma появится какой-то полноценный offline mode, чтобы ничего никуда не выгружалось, ну, тогда maybe, сейчас как бы нет. Вот. Ну, и я тут еще серым шрифтом написал про InVision Studio и FramerX. Про них пока сложно говорить, я потыкал и то, и то, на самом деле. Вот. FramerX, он сейчас начал выпускать бетки, у меня знакомому, пришел Invite, я посмотрел. Очень многообещающая штука, и, в принципе, как бы, ну, многие из них могут вскоре, я думаю, заменить скетч, но пока еще, ну, сложно об этом говорить, они еще бета. Третий из четырех кейсов – показать и согласовать. Ну, да, много есть способов. Я даже помню, там, ситуации, когда я распечатывал макеты на принтере, там, и приносил такому более олдскульному заказчику, он там смотрел на это. Ну, вот. Ну, так раньше, конечно, да, в основном там почтой скидывали картинку и так далее. Вот. Сейчас мы используем вот такую связку. Скетч Cloud 3, я же сразу скажу, крафты InVision. Вот скетч крафты InVision – это реально такая рабочая лошадка, которую мы используем, и которую, ну, вот, мне кажется, это сейчас самый вообще адекватный вариант, как построить рабочие процессы. Ну, потому что, потому что, во-первых, это очень быстро. Вот, ну, можно даже было бы убрать, по идее, крафт из этой связки, да, потому что, ну, вот всякие эти средства для автозаполнения, они, ну, лично у меня стоят где-то на втором месте, да, то есть то, что он там умеет контентом наполнить быстро и так далее, как бы. Самое в крафте крутое – это то, что одной кнопкой ты выгружаешь это в InVision проект, и потом другой кнопкой ты получаешь зашаренную ссылку, которую можешь переслать и показать кому-то. Ну, и третье – то, что, конечно, в InVision можно оставлять комментарии, там, ну, там, куда-нибудь, там, тык, и там, поправьте мне здесь вот это, например. То есть сократилось гораздо время, за которое можно выкатить правки, и за которое можно получить фидбэк от заказчика или от, там, от команды о том, что нужно исправить в макетах. Вот, не нужно ничего дожидаться, сразу, раз-раз исправил, люди даже удивляются. Типа, ну, там, говорят, что вот, мне кажется, здесь стоит иконку поменять на другую, а там, готово, не что, уже? Ну, да, уже, потому что, вот, там, добро пожаловать в будущее. Вот, реально очень удобно. Как бы, Sketch Cloud, ну, он тоже классный, как бы, они явно пытаются избавиться от бремени InVision, который висит на Sketch, потому что, ну, как бы, покупать никто из них друг друга не хочет. Как бы, InVision делает свою InVision Studio, а Sketch пытается прикрутить свой Cloud. Вот, но, честно говоря, мне кажется, что Cloud немножко пока не дотягивает, потому что там, ну, меньше возможностей для всякого, там, хитрого шаринга, то есть, там, пошарить с паролем, по-моему, нельзя, там, может, только на людей расшаривать. Плюс не очень круто у них выглядят превьюхи, а InVision еще такой стиляжный, красивый. Ну, в общем, вот, пока что он, но иногда, кстати, и в Cloud шарим. Вот. Опять же, на что обратить внимание? Тут у нас снова всплывает InVision Studio, который, кстати, ну, в принципе, можно уже скачать там Alpha или Beta, я не помню у него, и попробовать его, попользоваться им. Он также делает InVisionовые проекты, также их сам туда загружает, создает. Вот. Но еще из плюсов является то, что там можно пилить анимации, и эти анимации, они тоже, как бы, в онлайне показываются. То есть, можно сделать полноценный интерактивный прототип, и чтобы там еще что-нибудь красиво разлеталось, там менюхи всякие выскакивали. Ну, классно, на самом деле, ну, рекомендую. Вот. Ну, и Figma, да, там тоже все эти штуки, но про Figma я уже сказал, почему мы ее не используем. А вот это этап номер четыре. Это передача девелоперам. Вот. Соответственно, как бы, ну, тут такой совсем я Legacy пример указал, как передача девелоперам. То есть, ну, опять же, весь дизайнерское все сообщество делилось на две категории. Те, кто говорил, да просто отдать им PSD, и пускай там парятся, как хотят, сами там вырезают, как бы, вот. А более перфекционистские чуваки говорили, не, ну, вот это мы сделаем из этого гифку, и там оптимизируем палитру до 12, а не до 16 цветов, чтобы она весила на полкилобайта меньше, потому что программисты никак с этим не парились. Вот. Сейчас вообще никто ни с чем не парится, все делают в PNG, но благо PNG-компрессия гораздо, ну, алгоритмы улучшились с тех времен, вот, и, ну, можно так не заморачиваться, и каналы интернетные расширились. Поэтому сейчас со всеми этими задачами справляется Zeppelin. Ну, вот, великолепнейший инструмент, удобный, понятный, и, наконец-то, наступило хоть какое-то временное перемирие вот между тем, кто должен заниматься скучной рутинной работой по вырезанию графики. Пока что и не занимается никто, но сейчас новая подступает история с анимацией, и кто должен, например, как бы, ну, описывать анимацию, и как ее передавать, но к этому мы еще дойдем. Вот. Помимо Zeppelin, как бы, да, что еще есть? Есть InVision Inspect. То есть в InVision есть вот эта вот штучка со скобками, где можно, ну, типа нажать, и, в принципе, почти то же самое, что в Zeppelin не будет. Ну, если это через крафт загружено, он там как-то через метаданные передает всю эту разметку. Ну, опять же, конечно, он, ну, вот, как бы, кстати, интересно тоже будет, может быть, у кого-то есть там супер положительный опыт, кто отказался от крафта и юзает чисто InVision вот этот InSpec, мы пытались, не от крафта, прошу прощения, а от Zeppelin, да, и кто пользуется чисто InVision инспектом. Мы пытались это сделать, но девелоперы ругаются, говорят, что он там что-то показывает не точно, где-то что-то недопоказывает, где-то что-то глючит. Ну, в общем, мы, как бы, тоже ждем, пока InVision наконец-то выдаст что-то более, там, стабильное и меньше похожее на бедку. Вот. Так, ну и несколько я таким особняком вынес тем, как бы у них, наверное, не было состояния before, как бы, но вообще интересная штука, все же сейчас стремятся к тому, чтобы, ну, сделать какой-то унифицированный инструмент, да, для работы с интерфейсами. Вот, но по сути получается так, что раньше-то наоборот был там, ну, там, Photoshop, Illustrator, ну, и пара еще других программ. А сейчас миллион всякого появилось, и наоборот, вот в этом во всем сложнее даже становится ориентироваться, потому что больше всяких нюансов теперь. Вот. Вкладочку эту я назвал Asset, это, ну, всякие дополнительные штуки, которые мы используем. Шрифты. Возможно, это субъективно, как бы, но я считаю, что Google шрифтами можно решить 99,9% всех проблем. То есть они всегда бесплатные, и всегда, когда используешь Google шрифты, не стоит париться о том, что кто-то что-то за это будет каким-то образом ругаться или найдет. Потому что я знаю прецеденты, что, ну, даже там паратайповские шрифты, как бы, да, люди себе ставили на сайт, там, сами их конвертировали в WoW. По-моему, то ли у паратайпа, то ли у кого-то еще, и то ли, может быть, у… Ну, неважно. Короче, у кого-то из них есть веб-кроулер, который ходит по интернету, вот, и считывает сайты. Если он находит там шрифт, который относится, ну, вот к этой платной библиотеке, он как-то там идет в свою базу и проверяет, покупали ли когда-нибудь чуваки из вот этих вот краев вот этот наш шрифт. И если находит, то, ну, как бы, получается не очень приятно. Честно, мне кажется, все это вот не стоит просто таких трудностей и переживаний. Гораздо проще найти Google Ашрифт. Тем более, что, ну, у них коллекция разрослась, и реально под любую ситуацию можно найти подходящий шрифт. Вот. Со шрифтами, соответственно, это все, как бы, да. Вопрос с иконками. С иконками я лично очень люблю две библиотеки, и очень их вам советую. Это Ion Icons, это иконки от фреймворка Iconic. Во вторую, наверное, очередь. И, в первую очередь, гениальнейшее изобретение человечества, которое называется фонтосом. Гениальнейшее, на мой взгляд, оно по двум причинам. Первое – это то, что это огромное количество бесплатных офигенных иконок. Вот. Они реально есть на, там, 70% случаев. Они покрывают почти что все. И второе – это то, как их можно классно использовать. То есть, ну, их не нужно скачивать, как бы, да. То есть, ну, не нужно каждый раз там какие-то SVG-шки, там, PNG-шки куда-то перетаскивать. Самый удобный кейс, в особенности, опять же, когда нужно быстро что-то спроектировать. А у нас обычно все всегда надо быстро делать. То есть, вы просто ставите себе локально TTF-ник, скачиваете TTF-шрифт с фонтосома. И у меня всегда живет вкладка в браузере, которая называется фонтосом чит-шит. И мне вот нужна какая-нибудь иконка, там, не знаю, иконка, там, какой-нибудь там руки, у которой согнут палец какой-нибудь там. Вот. Я набираю там иконку руки, у которой согнут палец. Он находится в этом фонтосом. Я просто копирую это как символ, создаю текстовое поле в скетче, вставляю его туда и назначаю ему шрифт фонтосом. И у меня полноценная векторная иконка, которую я могу там быстро перекрашивать, растягивать. Ну, в общем, суперудобно, суперклассно. Вот. И на этой волне прекрасной мы решили сделать свой иконочный шрифт. И мне кажется, что он однажды, возможно, станет еще круче, чем фонтосом. Вот. Потому что он решает немного другую задачу. И мне кажется, что ни один из имеющихся на рынке продуктов бесплатных, вот, эту задачу никоим образом не решает. Потому что мы решили сделать свой иконочный шрифт, который будет отвечать всяким глубоко доменным спецификам. Ну, то есть, в принципе, существует огромное количество всяких иконочных сетов с какими-то очень там абстрактными материями. Да, то есть, ну, не знаю, там спорт, да. Ну, там будет там мячик, там какой-нибудь бегущий мужик, какая-нибудь машинка и какая-нибудь там теннисная ракетка. Ну, вот. Ну, не знаю, финансы. Будет там доллар, такой чувак в шляпе с галстуком и там иконка банка, как бы, да. А вот приходит какой-нибудь крипто стартап и говорит, у меня вот 20 криптовалют здесь показывается. И можно мне вот, чтобы под каждую была иконка. И все, как бы, и где их найти? Ну, только там ходить, что-то искать. Мы решили сделать шрифт, который будет углублен именно вот в эти вот всякие доменные специфики. То есть, например, если это криптовалюты, то там сразу штук 20. Если это спорт, то, ну, по максимуму все виды спорта, какие бывают, постараться отрисовать. Мы опять же только начинаем. У нас там, по-моему, сейчас штук 200 иконок общей сложности. Ну, немного, но мы постоянно расширяемся, постоянно у него коллаборейтят наши команды. Он абсолютно бесплатный. Он под Gnougo PL3. Мы решили его сделать, чтобы им все дизайнеры могли пользоваться, поддержать сообщество. И мы так же, как и фонтосам, да, это их идея, наверное, как бы вот. То есть, мы выкладываем и в SVG, то есть, можно поштучно их скачать. Или можно сразу скачать и TTF-ку, и Вов-ку. И скоро мы сделаем, чтобы вообще можно было просто кусочек CSS скопировал, вставил, и все, он на сайте как бы используется. Вот прям можно ссылаться даже локально, ничего не инсталить. Вот. В общем, пользуйтесь, скачивайте, пробуйте. Если какой-нибудь там фидбэк или идеи у вас возникнут, там есть ссылка и на GitHub, и на почту на нашу. Можете туда писать. И вот. Будем очень рады каким-нибудь комментариям любым. Даже очень критическим и таким уничтожающимся. Следующий этап, предпоследний, о чем хочется вкратце рассказать, это коллаборация дизайнеров. Ну, communication, понятно, Slack. Я думаю, никому не нужно рассказывать, что такое Slack. Это концепция IRC снова переродилась, и теперь вот, ну, как бы есть такой популярный мессенджер. Опять же, у него есть всякие альтернативы, там, типа Microsoft Teams. Но Slack самый удобный, прикольный, он хорошо интегрируется вот с этими, кстати, вышеуказанными продуктами, и с Zeppelin'ом, и, в общем, он идеален для коммуникации дизайнеров между собой, и с девелоперами, и вот, ну, в общем, для айтишных коллективов это прям идеальный инструмент. Как бы, ну, глупо его рекомендовать, и так, наверное, все про него знают, но не упомянуть про него я не могу. Вот. И version control, да, мы в больших проектах начали использовать Plant и Abstract. Ну, вот, это очень удобная штука, если кто не знает, это, ну, как гид, только для дизайнеров. То есть, например, как бы, ну, один дизайнер рисует там один артборд, другой другой артборд, или там один символ, другой символ, а потом вы все это вместе, там, в мастер-ветке смерживаете, и у вас получается один большой проект, у которого есть версионность, вы можете откатываться назад, смотреть, кто какие внес изменения. Ну, в общем, очень круто, если это большой проект, или у вас продуктовая команда, вы делаете какой-то продукт, ну, стоит однозначно посмотреть, этим воспользоваться. И завершающая часть моего сегодняшнего рассказа – это анимация. На самом деле, это самая холиворная тема, она у нас поднялась сравнительно недавно, потому что, ну, тут как-то еще вот нету какого-то устоявшегося формата. И мне кажется, этому есть причины. Вот, вообще, ну, вот в вебе, там, в приложениях и так далее, всю анимацию можно поделить, ну, вот на две части, да, задачи, связанные с анимацией. Это а-ля транзишн анимация, то есть, когда вы делаете прототип, как бы хочется, чтобы там я смахнул карточку, а она там как в Тиндере красиво, там свалилась куда-нибудь, там, вправо или влево. Вот, или я нажал на кнопку, а там как-нибудь, там, разлетелись кнопки, там, блеснули, и красота. Вот, и второй вариант – это когда, не знаю, я какой-нибудь онбординг там в приложении делаю, открывается экран онбординга, и там какой-нибудь чувак машет рукой, а потом он был плоский, вдруг он раз такого трехмерного превращается и улетает, и там звезды, взрывы, там, что-нибудь такое, как бы, ну, вот. То есть, два типа анимации – визуальная и интерактивная. Вот, и сейчас для этого есть такой достаточно разрозненный набор инструментов, чтобы это делать, а те инструменты, в которых можно делать и то, и то, они либо в альфа-бете, либо они какие-то, ну, немного странные. Вот. After Effects – это самый такой серьезный монстр визуальной анимации. А есть, вот, просто интересно, среди вас те, кто работает в After Effects, и вообще, ну, знают, как бы, шарят. Вот это круто, круто на самом деле. Вот. Честно скажу, у нас достаточно ограниченное количество людей с ним сталкивалось. Я когда-то увлекался видеопродакшеном, поэтому, ну, я так более-менее там что-то ориентируюсь. Но вот просто с нуля изучить After Effects для многих – это, ну, реально rocket science. Ну, правда, она не очень простая, как бы, да, тула. Вот. И хотя сейчас для нее всякие выходят в библиотеки, чтобы там можно было векторную анимацию прям там веб экспортировать, и оно прям все работает и красиво. На Medium, по-моему, была статья про это. По-моему, от AirBnB, это есть фреймворк. Вот. Но, тем не менее, это очень сложно, как бы, да, вот. И, наверное, все-таки для, так, everyday use хочется что-то попроще, чтобы было. Вот. Есть фреймер, который, ну, который работает на CoffeeScript, который требует огромного количества, ну, программирования, чтобы в нем разобраться. То есть нужно понимать логику JavaScript или там его упрощенного варианта CoffeeScript. Вот. Все равно это сложновато, все равно в нем все не сделать. И, ну, как бы, вот надежда подает фреймер X, но дойдем до него сейчас. Есть InVision Studio, который, опять же, пока что еще альфа. Там тоже не все еще можно сделать. И, честно говоря, как бы, я очень надеюсь, что они как-то поработают над перформансом. Потому что, ну, вот я пробовал делать в нем какие-то прототипы, экспериментировал. И даже там, не знаю, там 4 квадратика сделать, чтобы они по экрану летали. Они ужасно тормозят. И, ну, пока что этим пользоваться, ну, вообще никак совсем не получается. Вот. И есть Flow. Flow, он, как бы, стремится к тому, чтобы, ну, все сделать очень хорошо. И у него даже есть экспорт, по-моему, даже и в Android, и в Mac у него. Ну, как-то он может. Или только в Mac, я не помню. Вот. Но, так или иначе, как бы, средства у него довольно, ну, такие, как бы, узкие. И интерактивности там, насколько я помню, не сделать. Как бы, да. То есть, ну, вот почти-почти то, что хочется, но не совсем то. Вот. Из интерактивных штук это Flint. Вот. Но тоже он довольно ограничен. И ограничен еще в том числе в возможностях экспорта своих. Principle, который все очень любят, потому что он очень простой. Но, вот, мне лично кажется, что это какая-то надсмешка. То, что единственный у него вариант экспорта, куда можно сделать, это сделать нативное маковское приложение. Которое потом нужно вот какими-то костылями, как бы, да, там, через QuickTime сграбливать экран и записывать видосик. Ну, честно говоря, по-моему, это не очень удобно. Вот. Есть Webflow. Но он, он, это очень, кстати, крутой инструмент. Если, ну, есть понимание, как бы, какой-то кода для создания лендингов. Но это чисто десктоп. И он, ну, тоже довольно сложный. И FramerX, которого лично я очень жду, чтобы он вышел в каком-то, ну, более-менее приличном формате. Потому что то, что я посмотрел, во-первых, он работает на Angular. Вот, там все, ну, все анимации, все транзишены, которые на выходе получаются, это, ну, Native Angular получается. Вот. Плюс там куча вообще возможностей всего. Там очень круто можно делать респонсив и приложение, и десктоп. И вот, на самом деле, это самая многообещающая штука, которая должна скоро выйти. И вот, ну, честно, мы всей командой прям вот ждем, когда они что-то более запустят, чем бета. Потому что бета уже очень интересная. И если вы не подписались, кстати, ну, в очередь не записались на бета, очень вам рекомендую это сделать. Потому что они, вроде как, не по очереди, а рандомно высылают приглашение. И, может быть, вам повезет, и вы тоже сможете приобщиться к прекрасному. Вот. А на этом внезапно все. И спасибо вам за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ И если у вас есть вопросы, то... Да. Я Кирилл. Большое спасибо за интересную презентацию. Мне бы хотелось прояснить один момент. Вот было рассказано, как дизайнер взаимодействует с заказчиком, подготавливает все ресурсы. Какие-либо процессы есть у дизайнера по контролю за конечным продуктом? Что написали программисты? Как было реализовано? Есть ли код-ревью? Или как построен фидбэк от дизайнера? Есть ли что-либо такое? Ну, это хороший вопрос. Очень. Вот. На самом деле он абсолютно извечный. Мне кажется, это всегда была эта проблема по поводу того, что программисты сделали что-то не очень ровно. Ну, во-первых, как бы есть, понятно, что там тестировщики во многих проектах, которые, ну, в частности, ну, все-таки смотрят, да, как бы на то, что там есть вот такой макет, а есть вот такой вот результат, как бы вот. Во-вторых, ну, в целом, конечно, дизайнер, у него обычно есть возможность. Он присутствует в проекте до какого-то момента. И важность, и роль дизайнера сейчас в проектах очень сильно возросла. То есть, ну, вот если вернуться к началу, где я говорил про UX и продуктовых дизайнеров, то есть у дизайнера сейчас гораздо больше права голоса в каких-то таких вот ситуациях. Если он говорит, что, ну, что-то вы сделали как-то криво, его, ну, не проигнорируют. Как бы, да, ну, то есть девелопер там придет с ним, ну, и поговорит, и как-то контакт будет налажен, и совместно это все будет по фикшену. Вот. Секрет, он, мне кажется, тут нет, ну, как бы какого-то секрета, как с этим разбираться. Как бы главное, это чтобы все между собой общались. У нас все процессы всегда прозрачные. У нас, ну, мне кажется, это открытая информация, что у нас никогда у DataArt нету какого-то проксирующего звена, например, между заказчиком и командой, да, в виде там менеджера какого-нибудь. То есть bottleneck у нас отсутствует, у нас все общаются со всеми, как бы, да. То есть, ну, вот приходит новый проект, всегда создается какой-то большой чат, куда приглашаются все, и все, ну, друг с другом, как бы, коммуницируют. Ну, вот, поэтому в целом сейчас такой проблемы стало меньше, тем более, что, ну, к дизайнерам стали прислушиваться, потому что дизайнеры уже, типа, вот, ну, за продукт отвечают подчас. Вот. Поэтому контроль качества, ну, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. О, прекрасно. Да, конечно. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Хотелось бы узнать, как быть дизайнерам, у которых нет доступа к продукции Apple, и которые не могут освоить скетч, и как им быть? Ну, тут есть короткий и длинный ответ. Вот, короткий ответ. Давайте длинный. Короткий ответ, да, вот, короткий ответ – это некоторая доля страдания в этом, конечно, присутствует. Я, честно, сам не очень рад тому, что на Mac сейчас так все завязалось, как бы, со скетчем, вот, потому что, ну, я большую часть, там, своей предыдущей практики работал под виндами и очень к ним привык. Ну, вот, и, ну, на мой взгляд, за меньшие деньги получается больший перформанс, вот, зачастую. Но скетч, он диктует, да, свои правила во многом. Вот, и, ну, как бы, есть Hackintosh, понятно, там, если вы не работаете в, там, большой компании, где, там, за всем этим очень следят, как бы, понятно, что дома у себя, там, можно попробовать развернуть Hackintosh или виртуалку. Вот, так, ну, много я знаю, кто работает в XD. Вот, ну, в принципе, он даже как-то там у него вот свое облако есть, можно что-то рисовать. И, в общем, даже он старые версии файлов скетча умеет в себя импортить. То есть у меня была ситуация, что мне нужно было на виндовой машине посмотреть скетчевый файл. Ну, во-первых, есть онлайновые всякие смотрелки скетч-файлов. Вот, во-вторых, я его в XD засунул и даже он как-то там с грехом пополам открылся. Вот, ну, да, то есть костыли. Если что-то делать с нуля, как бы, да, ну, то есть, как бы, нету такого звена в виде человека с маком, который отказывается делать что-то в чем-то кроме скетча, то можно, наверное, да, весь процесс выстроить вокруг XD. Ну, и плюс, опять же, есть фигма, да, то есть, если нету заморочек там с комплайенсом, если там, ну, клиент не, ну, там, не настолько пики к своему секьюрити, можно фигме делать, многие работают, очень радуются. А если Аксур или фотошоп или иллюстратор с ними еще котируется или нет уже? Не котируется. Ну, как-то не, можно, не важно же, в чем делать. Как бы, люди там красивые картинки в пейнте рисуют там по пикселям. Ну, просто, просто перформанс будет, как бы, низкий, себестоимость труда высокая, и нервов много потрачено, и, ну, как бы, если в каких-то там сообществах какие-то вопросы задавать, обсуждать, как бы, ну, сейчас, мне кажется, уже очень мало дизайнеров, кто делает дизайн в фотошопе, гораздо сложнее будет какие-то ответы получить. Мне кажется, что все-таки стоит уже, вот, ну, я во многом ретроградил, я долго переходил, когда вот появилась вся эта тема с фотошопа на скетч, думал, ну, не, ну, что это, какие-то новая какая-то штука, но перешел и вообще никогда вот назад не смотрел. Короче, ставим хакинтош. Спасибо вам большое за лекцию. Хотелось бы вас поинтересоваться тоже к первому вопросу дополнения. Этапы АБ-тестирования, которые вы, те же самые этапы, проводите, вы сказали, что у вас дизайнер участвует во всех этапах. Какие-то строгие, допустим, правила есть, участие, то есть там не к нему, когда приходит уже, собственно, веб-разработчик и говорит, что у нас тут вот так получается, можно посмотреть. Какие-то определенные этапы, когда вы разделяете, допустим, выпустили определенный продукт, отдали на, ну, грубо говоря, верстку, и пошло тестирование. То есть вы в любом случае будете участвовать в… Вы видите в любом случае участие дизайнера в принятии конечного продукта. То есть что бы он хотел видеть в том виде, допустим, если мы говорим про удобство пользования, удобство пользователя, когда он этим интерфейсом занимается, принимает ли дизайнер конечное слово в выпуске продукции? Это очень зависит, потому что зачастую АБ-тестирование, ну, то есть мы, ну, как бы аутсорсеры, да, то есть у нас, ну, часто, очень часто бывает так, что мы, ну, сделали продукт, довели его до какого-то, ну, определенного состояния, ну, в контакте с заказчиком и передали им дальше на поддержку. Вот. Бывают ситуации, когда продукт остается на поддержке у нас, вот, тогда, да, бывает такое, что мы занимаемся АБ-тестингом. Ну, вот. Если это происходит, то, ну, с нашей стороны остается определенная команда, которая продолжает заниматься продуктом. И если, ну, заказчик готов, то с нашей стороны остается, например, и дизайнер. Если он остается, то, конечно же, если возникает вопрос там по АБ-тестить какую-нибудь там формочку, да, то, ну, к нему придут и скажут, вот у нас есть идейки, тут как сделать форму так или сяк, давай попробуем с этим что-то сделаем. Естественно, он будет принимать обсуждение в этом. Вот. Ну, а в процессе, как бы, когда еще продукт только делается, там АБ-тестить-то особо и нечего. В большинстве случаев. Спасибо за доклад. Вопрос следующий. Как полагаете, адаптивный дизайн сейчас лучше делать один, чтобы уже масштабирование было правильным, или же делается отдельно мобильная версия, отдельно десктопная? Зависит от задачи, зависит от сроков, от бюджета и так далее. То есть, как бы, ну, мне кажется, что если вы участник продуктовой команды, да, и делаете один какой-то продукт в течение долгого времени, вот, и у вас есть, например, некий штат людей, кто может саппортить отдельно мобильную версию, отдельно десктопную версию, то, ну, конечно, можно сделать, потому что, типа, ну, Tailored User Experience очень круто, когда он проработан в связи, там, ну, с контекстом платформы и так далее. Но, например, когда сроки бюджета ограничены, нужно сделать быстро какой-то, ну, допустим, сайт или сервис, чтобы он хорошо работал и на десктопе, и на телефоне, ну, можно довериться фреймворкам а-ля Bootstrap, где, в общем-то, оно само перепрыгивает там все и более-менее как-то работает, то есть там, ну, то есть это всяко лучше, чем без этого, да, это стоит недорого и зачастую это отличное решение. Тем более, если это не какой-то там high load сервис или контидминка, например, да, который пользуется там 10 человек, то, ну, смысл там что-то наворачивать. Вот. Добрый день. Добрый. Может быть, глупый немножко вопрос. Я из Старой Гвардии, я сейчас воспитываю дочку, которая хочет заниматься дизайном. Не знаете статистику, какие люди приходят по профессии? Все-таки творческие вузы или что-то из новых, с ФКН, технарии? Кто? А про это мой босс расскажет, Настя, на следующем докладе. Ну, давайте просто вот ваши соратники, скажем так. Да, про это вот Настя расскажет на своем докладе. У нее же как раз про то, из кого вырастают дизайнеры. А вы не колетесь, кто с вами работает? Ну, разные, очень по-разному. В разных командах у нас люди есть совершенно различным бэкграундом. Я сам, например, я учился на режиссера. То есть, ну, вообще из другой оперы, но по-разному бывает. Ага, спасибо. Вы сказали про стандартизацию. Вот хотелось бы, чтобы вы делились опытом. Вот бывают такие ситуации, дизайнер сталкивается с какой-нибудь нетривиальной задачей, спроектировать какую-нибудь логику, ну, с которой он не сталкивался. До этого ломает голову две недели, брендштормит с коллегами, в итоге находит какое-то классное решение. Они внедряют в проект это решение, через там полгода дизайнер увольняется, все забывают, что они в итоге придумали. Ну, и там через год какой-нибудь похожий проект, и нужно что-нибудь, и похожая задача становится. И все такие, что-то год назад мы такое решали, но уже никто не помнит в итоге, к чему пришли. Ведете ли какие-то записи вот этих вот решений, как их лучше вести? То есть это Google Doc, как там навигироваться, или это какой-то типа GitHub для дизайна? Я понял. Ну, тут, мне кажется, важно понимать и разделять техническую задачу, продуктовую и интерфейсную. Если это техническая задача, например, описание чисто функциональное, что эта кнопка делает то, это делает это. У нас в большинстве случаев под проекты, ну, в основном, под большие проекты, пользуется такая чудесная комбинация от компании Atlassian, как Jira и Confluence, где, в общем-то, стори расписаны и функциональные требования под вообще каждую, ну, вот, про каждый там piece of functionality. Вот. Если это про продукт, то, если, опять же, это что-то большое, есть продуктовнер, как бы, да, который, ну, занимается смыслом, ну, смысловой частью продукта, да, если это совсем что-то большое, как бы, и как раз это и получается его вотчина, то есть, ну, делать так, чтобы это был какой-то осмысленный кусок функциональности. Если же это какие-то хитрые UI-элементы, которые непонятно, как работают, но которые по какой-то причине нужны, да, ну, если это что-то нишевое, например, у вас там делается, да, и нужен там, не знаю, какой-нибудь контрол, чтобы мышкой его там крутить, и он там разрастался в сторону, не знаю, думаю, слух как бы, да, вот, то, ну, в таком случае есть там дизайн-системы UI-киты, где все это, да, можно хранить и документировать, и это, в свою очередь, для этого можно использовать там plant-абстракт и библиотеки скетчевые. А если это анимации, то вот сами пока думаем, как. Про логику больше. Про логику. Ну, вот логика, это, да, наверное, описывается бизнес-аналитиками в конфуенсе. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию, меня зовут Аня, и вопрос отвлеченный немножко. Под что вы работаете? Под какую музыку, под аудиокнижки, под, может быть, фильмы, сериалы, под тишину или в чем вам комфортнее? Норвежский black metal, конечно же. Здравствуйте, меня зовут Анна, спасибо за лекцию. У меня такой статистический вопрос. Вот в скольких процентах случаев вам приходится изобретать что-то новенькое, интересное и вкусное для своих заказчиков, а в скольких процентах случаев вы делаете, ну, как бы плюс-минус, вот там очень похоже, где-то я это уже пробовала, это работает. Хороший вопрос. Ну, на самом деле, как бы, ну, понятно, что там, бла-бла-бла, никаких там шаблонизированных решений всегда очень инспарит. Тут есть какая штука. Вообще, многие дизайнеры, ну, и все дизайнеры делятся, ну, вот, проектировщики, да, кто придумывает какие-то интерфейсы, вот, на две категории. Вот. Есть чуваки, которые, ну, обложились теоретической составляющей, методологиями и так далее, и под каждую задачу они найдут какой-то такой специальный тул, которым они фасилитируют свой процесс мозговой генерации и в итоге выдадут единственно правильный solution. А есть люди, кто, ну, очень-очень много в своей жизни видел и рисовал интерфейсов. Просто вот всю жизнь их фигачил, как бы, ну, в основном этим и занимался. И тогда у него появляется задача, типа, а сделай мне там, не знаю, там, какой-то вот, у меня есть вот такая задача и вот, вот, там, экран такого-то размера. Вот. И такой второй тип дизайнер, он такой напрягается из головы, так, достает какой-то пример из своего прошлого, который вот прям идеально подходит под решение этой задачи. Вот. И, ну, я чаще пользуюсь вторым, наверное, способом и валидирую его первым способом. Потом это все мы с коллегами прогоняем через теорию, чтобы проверить, что оно там все, ну, как бы, хорошо. Вот. Поэтому оно, мне кажется, что всегда как-то такое пережитое. И вот то, что там тяп-ляп, фигак-фигак и в продакшен, ну, так мы не делаем, конечно. Спасибо. Еще маленький вопрос по поводу accessibility. То есть, насколько вы внимательно относитесь вот к этому спектру? Вот вы меня подловили, я буквально на днях, мне понадобилось удалить приложение, я не помню, как оно называется, к сожалению, вот, которое, через которое можно смотреть и там вот с различными отклонениями зрениями. Лупа, по-моему, она как-то называется. Как-то не помню, как оно называется. Слушай, я его удалил и сейчас уже не вспомню. Вот. Вообще, конечно, уделяем. Вот. Ну, то есть, в особенности у нас есть направление медицинских проектов. У нас большая хеллс-кэр практика, где всякие разные здравоохранительные софт делаются. Вот. И команда, которая этим занимается, в первую очередь, они очень-очень этому много времени уделяют. И вот был митап во Львове, по-моему, где-то полгода назад. Вот. И там прям коллега мой, Витя, очень обширный доклад на эту тему давал, рассказывал про все эти штуки. Вот. Так что, ну, если короткий ответ, то да, уделяем. Спасибо. 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 Спасибо.